приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уже с вами уделим внимание 17 июня уже же половина месяца прошло уделим внимание народным приметам поговорим о том что нужно делать в этот день а что нельзя делать в метро фана в день обязательно досмотрите это видео до конца чтобы знать как правильно провести этот день по народным приметам 17 июня православная церковь отмечает день святителя митрофана вспоминая патриарха константинопольского который прожил по преданию аж 117 лет а вот в народе этот праздник именовался по-другому день митрофана красного сарафана или день митрофана навозника и в этот день запрещалось готовить пироги с начинкой именно из кислых ягод по мнению наших предков если данные на рек рекомендации нарушать то на протяжении 10 дней вы будете без настроения и выражение вашего лица будет довольно кислым поэтому наши предки верили что именно в этот день 17 июня наиболее правильным будет заниматься приготовлением сладкой выпечки которая порадует вас и не будет заставлять вас грустить и сегодня в данный праздник существуют определенные запреты которые старались выполнять наши предки для того чтобы не привлечь беды и проблемы в своей жизни и проблемы своей семьи во первых запрещено в этот день вносить удобрения в землю при этом было позволительно использовать навоз считалось что если нарушить данный запрет то на огороде вы не соберете урожая вообще запрещалось говорит говорить в этот день что вы идете за водой данное выражение необходимо необходимо было перефразировать и если пренебрегать данным запретом тоже считалось что человека вскоре настигнет беда также в эту дату запрещено было наблюдать за своим отражением в воде ведь в таком случае вы могли потерять свою любовь более того наши предки верили что по этой причине не стоит смотреть в окно или зеркало потому наиболее правильно в такой день отложить поход в магазин где в примерочность стоит зеркало в то же время позволялось посмотреть собственные зеркала на которых не отпечаталась чужая энергетика также не стоит 17 июня при встрече обнимать другого человека наши предки верили что в этот день за обнимающий кто тех те люди которые обнимают стоит нечистая сила которая питается человеческой энергетикой поэтому многие говорили что в такой день правильнее обмениваться только рукопожатиями также запрещается в этот день при встрече похлопать знакомого или друга по плечу ведь считалось что такими действиями возможно привлечь болезнь к человеку ну а если вы похлопали по плечу случайно то необходимо сделать обратный ритуал а именно трижды хлопнуть в ладошки также не стоит в этот день плавать на длинные расстояния хозяин воды может утянуть к себе пловца по мнению наших предков водяному в этот день очень грустно поэтому он ищет себе смельчаков для забавы даже хорошим пловцам лучше находиться поближе к берегу или к мелководью также сегодня не нужно оставлять яйца у которых повреждена скорлупа запрещается даже использование их при приготовлении пищи так как согласно народным поверьям них могли залезть нечистые силы и человек который съест такое яйцо может повредить свое тело и душу поэтому их применяли в домашнем хозяйстве или только сегодня для приготовления косметических средств в прежние времена наши предки в этот день заговаривали ветер чтобы он пригнал к их полям благодатный дождь поэтому после того как заходило солнышко видно ведуны и знахари направлялись на околицы и размахивали руками параллельно читая определенные слова наши предки верили что если ветер правильно заговорить то он будет помогать жителям населенного пункта и принесет только благодатный дождь а все болезни и несчастья пройдут мимо такого поселения также в народе метрофана называли навозником по причине того что в этот день начинали вывозку навоза его нужно было вывозить паровому полю на котором в текущий год ничего не сеяли считала что метрофана в день прекрасно подходит для подкормки земли навозом и он в итоге принесет хорошие урожаи кроме того 17 июня можно было начинать посева льна и гречихи по этой причине наши предки называли его лен лена гречным гречиху стоило сеять в полнолуние после того как земляника покраснеет она любит больше пыльные сухие или песчаные почвы и очень плохо переносит морозы поэтому сетью необходимо было более позднее по сравнению с прочими зерновыми культурами сроки и в народе гречиха считалась наиболее робким хлебом вот такие друзья основные народные приметы у нас с вами на 17 июня друзья но мы вам всем желаем прекрасно провести этот солнечный и летний день